МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, дорогие зрители! Сегодня мы отправляемся на Урал. Первый день, да, очень много сумок. Это все еда у нас. Вот эти три сумки – это еда. Ну, а так у меня вещичка. Вот видите, такая сумочка маленькая, рюкзак. Ма тоже едет давно, но на дальнее расстояние не ездила. А я провожаю. Смотрите, уральский блокбастер на ЮрТВ. Поезд наш прибывает на первый путь. Слышу. А вот и первый путь уже народ собрался. Вот оттуда сейчас поезд поедет. Ма уже боится, потому что Ма поедет на верхней полке, как и я. Верхние полки были дешевле. А прикинь в плацкарте до Перми ехать. Еще и на боковой. Прикинь, Ма. Я говорю, прикинь в плацкарте ехать до Перми. Еще и на боковой. Наш девенадцатый. Ресторан. Возможно, моя будущая работа. Такой девятый. Десятый. Одиннадцатый. Вот сейчас подадут. Двенадцатый. Двенадцатый. Новые вагоны. Вот он, двенадцатый. Двенадцатый новый оказывается. А я думал, он старый будет. Пусть и на шептанцев вагон. Сделай. Пошли догонять. Еще есть ресторан. А купейные, то новые вагоны. Вот. Современная. Заходим. Какие-то вагоны. Типа от поезда Камма. Такой характерный голубой цвет. Заходим. У нас самое последнее, девятое купе. Как ВСВ. Полки подняты. Как она? Да легко она делается. Все, не надо ничего делать. Я сам сделаю. Что она сделает? Выходи. Я специалист. У нас дверь до конца не открывается. Купашечка такая новая. Типа как ВСВ. Все. Выгнали всех провожающих. Да, душно очень. Поедем, кондер может заработает. Хотя у нас в купе тоже можно окно приоткрыть. Главное био. Три минуты до отправления. Розетка сразу есть, только она занята. Мы потом займем, если что. Типа, а спросишь, что ему надо? Так что надо-то? Че надо-то? Юрий. Так что? Двадцать второго дня приедете, да? Так я сен-пень? Хорошо. Зеркало для селфи есть. Розеточка. Туалет такой вот, смотрите, яркий. Тоже с зеркалом. Так вонючий, правда. Вот и мать тут, в предвкушении долгого пути. А я тут, да. Не запнись. Не запнись, смотри. Не беги. Так ты его втолкнула, она отсюда не слышит. Да, я оттуда тоже не услышит. Давай, пока. Все проводил. Что-то у нас... Сделать вообще-нибудь веселое. Хоу. Приходим в купе, еле протискиваемся. Я чуть пожару, так уже не пролезу уже. Фонарик надо включить. Чтоб красиво-то было. Во. Ну вот. Пермская купе. Урал едет, е-мое. Чтобы опустить шконочку, потребуется для этого руки. Ну и шконочка. Вот так нажимаем вот здесь кнопку. Шконка опущена. И тут какой-то мусор оставили. А может, это мой пакет. А может, это твой пакет. Зачем тянешь-то тогда? Обратно запитывай. Юра. О, река Сочи. Последний раз на нее посмотрим. Юра, твой паспорт где, а? Мой паспорт в сумке у меня. Положи мне мой тоже в твою. Так я эту, Юра. Это не хозяйственное сомнение. Слышишь? Ну ладно, потом. А ты спрячь вон куда-нибудь в полку. Вон туда, наверх к себе. Некуда. Наверх к себе убери. Ну убери к себе. Вон там у тебя полка, не убери. Вот это море Молма сюда ходить любит. Люблю. Поезд купе, Юрдавэ, смотри и путешествуй. У нас пока СВ. Начинаем долгую поездочку на Урал. Да, у нас пока СВ даже над Башкой ничего не мешается. Смотрите, я могу встать и все. Но это, кстати, мои вещи здесь будут лежать. Смотрите, где видите. Вот здесь полочки разные. Ух ты, что-то крутится. Круто. Да нет, если крутится, не значит, что круто. Нет, я говорю. У нас окошко открывается. Я говорю, круто, что все убрано. И как в комнатке сидишь, так классно. Только до конца не умеет. Вау, окно открываю. Точно я с этой стороны поеду, чтобы окно было открытое. А, да это туда ведь. Ну Юра. Я вот уже занял. Пока думала, уже все. После Татарстана мы развернемся. Я задом поеду, а передом. Теперь я продемонстрирую, как опустить верхнюю полку. Справится с этим любой вообще. Вот тут херню такую нажал. И она прямо на тебя отъехала. Все, и это здесь мое спалище. Нова все еще едет в СВ, а я в купе уже. Вот так Мави поедет все три дня. За окном черт глаз сломит. То бишь, ничего не видно. Ну, вы уже видите, 20.43. Я очень важную вещь забыл взять. Это картишки. Да, ну, зато я кроссворды взяла. Для кроссворды это фигня, картишки, вещь. Это важнее кроссворды. Смотри, а нет, улететь при подороне еще. Да нет, ты на Урал едешь. Смотри и путешествуй. Йоу, я зажег, как мне эта купейная туса. Здесь все горит, здесь горит, там горит. Здесь все висит, там лежит, тут лежит. Я с тобой не успеваю, ты как обезьяна. Ой, как рад. Я не знаю, что еще исполнить. Даже в камеру не влезаешь. В камеру рожек, в телевизор не влазит. Я так радуюсь, что мы на Урал-то все-таки поехали. Поехали, отсвечивая. Не поменяю, а тут не поменяю. Ты все-таки поехала же? Не поеду я три суток в поезде. Новое купе тоже может быть красивым. Hello, guys. Да, мне здесь нравится. Прямо напомнилось старое время, когда мы с тобой первые, когда мы с тобой в поезде в фирме, но в камеру не ездили. Так в камень-то не такие вагоны были? Какая разница? К кому, блин, напомнилось? Какая разница? Я говорю, что мы с тобой раньше часто ездили. К хавке море, но и питья мало. Вот там у меня и килька в томате. Мне нравится вот такой вот фирмы, мне понравилось весь килька в томате. Пить чай, кофе, кофе даже взяла со сгущенкой. Да, чаи, кофе, может что на станциях купим. Йогурты я сегодня пожру. Мы, как всегда, проезжаем что-то до гумыс. Или не до гумыс, вырубим светильник, а то не видать не слышали. Сейчас, как хорошо стало. Что? Сколько сейчас времени-то? Фир знает. Ну, что-то есть я не хочу даже. Но раз делать нечего придется. Окошко открыто немного дует из него. Да, хорошо. Кондер что-то не работает. Вас задоет. Знаешь, что у нас имеется? Йогурты, Байкал, Минералка, Сугар и столовые приборы. Это на сегодня. Я открыла маме Минералку, да поднесла к губам, да сделала глоток первый. Я открыл для себя вот такую смачную ежу Донисима с шариками с разноцветными. Это почти как доширак. Это вот смотрите, вот так открываете, йогурт, вот это кысливый-то облизывает, но коса нет. Творожок, короче, и вот с такими вот цветными шариками. Вот так высыпается все это и перемешивается. Очень вкусно получается. Одна осталась. Блин, что такую большую ложку-то? Что-то железное-то нету? Нормально, есть, вот же. Так давай, что ты думаешь? Подбери. Что так высыпает, а? Мою-то что уронила? Все полетело. А сейчас мы пожрем, пожрем. Нюра, с тобой никакого порядка никогда нет. Никакого, я же не немец. Хочу пожрать. Божественный вкус. Насыщенный аромат. Да ладно. Ма будет обычную активию изъедать. Она вкуснее твоих этих химических. Приехали в Лоо, но ничего не видать. Сейчас могут кого-нибудь нам подселить в это Лоо. Отправляемся из Лоо. В Лоо тоже на первый путь пребывали. Ма взяла на себя важную очень миссию вынести мусор. Продемонстрируй. Продемонстрируй, где тут, вот здесь. А там не открывается, наверное, где обычно. Вот и Лоо. Мы везли в стейшн Лоо. То есть не равен, а уже департинг. Мы департинг из стейшн Лоо. А это карта ЖД везет везде это вот казино-лотерея. Повезло! Это такой звук был, типа ты выехал, понятно? Да, давай уровнем. Давай советы профессионалов в действии. Ты тебя учил шконку опускать? Не учил ты меня. О, вижу, она тебя чуть не убила. Она тяжелая. Ты ее уже боишься. А сейчас мастер-класс. Великий ведущий ЮРТВ, то есть тебя покажет, как слазить на полку, наверху, правильно. Для этого положите руки вот так. Потом вот так ноги поставьте. Так упираясь руками. И вот так засел, все. Ну я так не могу. Да как так-то ты сейчас можешь? А потом слазить так же. Смотрите, вот так руки опер. Ого, все. Легко. А если здесь люди спадут? Быстренько взлетел, и все. И раз, если спать люди здесь будут? Так легко, на краешек встаешь, и все. На краешек. Даже со спящими глядями могу. Так, ну-ка, давай, вали, я буду. С лестницей я не умею. Теперь Май идет. Мастер попробовал, теперь Май. Я с лесенкой хочу. Новый метод будет показывать нам. Залазение с лесенкой. Топье снять, это тоже один из шагов из нужных. Да, сняли топье, значит. Так залазь. Все равно с использованием второй полки. Нечестно. А все-таки моим методом будешь. Знаете, нельзя держаться. Они сложатся, и навернешься. Только за твердую часть полки можно держаться. За эту тоже можно. Слушайте, я беру вот так и посылаю. Много оставится. Ма полезла. Вторая нога подтянулась. А дальше... Так я так не умею, я же тебе говорю. Я тоже не знаю, как дальше. Я тебе говорю, как я учил, давай. Слушай, так вообще не залезывай. Давай, три, два, один. Подпрыгиваешь. Взлетаешь на полку, садись. И все. А дальше что? Нафиг. Я же говорила, что не залезла. Ма использует читы. Со второй лесенки. Полезла по лесенкам по двум. Я тебе говорю, нельзя за эти детали браться, они сложатся. Ма почти у цели. Почти у цели. Почти. Нога чуть-чуть не сорвалась. У меня нога сломалась. Одна нога сломалась. Ма на одной ноге висит. Мизинцем держится. Очень опасно. Ма залезла, села. Это невероятно. Это невероятно. Это невероятно. Так я тебя учил. Легко же. Легко же, е-мое. Не, не буду я слезать отсюда. Тут же я тебе стану. Все себе легко. У меня ноготь прикольная. У нас можно вот таким ребятам отдавать наверх. Билеты. У-ху. С вами был ведущий. Ма ногами перегородила все купе. Как же она поползет к своей подушке. Это невероятное шоу, дорогие зрители. Все, я буду тут сидеть. Сухой, ну реально. И Ма будет там сидеть. С вами было шоу, так залазь, я его ведущий Юрик. Иди себе делай кровать. Чтоб быстрее мне поспать. Это реально вагон от фирменного поезда Камо. Потому что, смотрите, какое тут одеялко. Оно не колючее, а вот такое вот. Из такого материала. Ну, из нормального. Синенькое. Вот там все одеяло синие, подушки синие. Ма еще пока не синие. Почему что-то молчили с красным? Ма изобрела новый метод. Залазенье. Как поездить, все раз. Уже голубь упал. Все же дома. А я сейчас буду затачивать второй йогурт. С пифидобактериями. Ну что, понравилось залазить? Да, понравилось. Об этом очень рада. Нет, это полка на две тысячи дешевле, чем нижняя была. На четыре. На четыре даже. Еще мы, дорогие зрители, взяли мобильный интернет. Да, давай сделаем. И будем сейчас делать симки. Вставлять симки. Сейчас будем в телефоны вот так. Давай, доставай. Юра, где у нас будет мобильный интернет на всю поездку? Моя черная сумка где там? Очень круто. Ма запрятала сумку, не может найти. Да, под сиденьем. Говорю, достань просто. Так залазь. Вот мобильный интернет работает, дорогие зрители. Видите, я перископ врубил. Можете комент написать, в видео попадете. Как всегда. Подъезжаем к Лазаревке. Ну кто у нас в видео-то попадет? Ну не я же. А-то попадет. Может быть в Лазаревке нам кто-нибудь сядет на нижние места. Пойдем выгуливаться. Не успели отъехать, прошел час и уже пойдем прогуляемся. Ну что мы, как тебе в Лазаревке? Хорошо. Вот наша купешечка с улицы. Смесины. У нас, кстати, самое яркое купе из всех. Это я иллюминацию запалил, все по полной. Нет. А ну как же? Ну как же? Прибывает московский поезд. Вот. Смотрите, какие купе крутые. Я таких и не видел никогда. Это ритцовские вагоны. Смотрите, двери нет. Видали, какие вагоны новые? А это уже обычные. Продолжается посадка на пассажирский поезд номер 354. А это наш. Объявляют. Продолжается посадка. Приехала краснодарская ласточка, но уже уезжает. Московский поезд тоже уехал. А Май ведет перископе. Все резко так зашли, короче, а мы одни остались. Ну да. Я думаю, нам же все равно скажут, а проводник-то всех не помнит, кто с ним едет. Ну да. Поэтому он думает, мы тут так постоять пришли. Здравствуй. Чуть не оставить. Что он, Лесен же убрал, стоит. Если бы мы остались. Он что, на нас не отвечает? Не, ну вообще, интересное кино. Проводник не запомнил, забрал Лесенку, и уже я собрался, а мы отвернулись и стоим. Сейчас бы стояли тут на платформе без денег, без документов. И потом... Кошмар. В лазаревке. В лазаревке. Сейчас может сделать телефонный пранк. Типа что, если мы бы остались там реально... Ну, Юра, вот на карту реально останемся. Да давай, давай уже. Ничего не останемся, у меня расписание есть. Я бы это прошаренный тип. Алло. Слушай, мы вышли подышать в лазаревском, а проводник эту лесенку убрал, и поезд уехал, а мы на платформе остались. Без вещей ядрить колотить. А вещи в купе уехали, или что делать? Почему глупость? Потому что здесь стоянка. Здесь стоянка 30 минут. Мы решили подышать. И задышались тут. А мы босиком стоим на платформе. Я не умею. Ну, идите быстрее к начальнику вокзала. Стоять, ну и что? Мне уже нельзя было не выходить из курса. Зачем куда-то побегать-то? Я не понимаю, а? И это был розыгрыш. Комедиа-клаб. Что? Это был розыгрыш. Кто говоришь? Кто говоришь? Это был розыгрыш. Я не слышу, что пропадает, ну. Что? Что? Говори, мерьте. Розыгрыш. Блин, что? Розыгрыш. Отойди в другой место, где тебя будет слышно. Как я отойду, если я в купе сижу? Я не понимаю, что ты говоришь? Я говорю, розыгрыш был. Розыгрыш. А? Куда тернись? Дай, друг, я тебя не слышу. Отлепли, буквы, и вот и все. Розыгрыш. Ничего не слышу. Мне это не хватит глазами. С вами глухое шоу. Юра, скажи ему, может тебя услышат. Как комедиа-клаб был розыгрыш ядрить. Услышал? Связь отключилась. А вот я такой фронт перечас и перечас. Ты полный придурок. Ты розыгрыш. Я говорю, розыгрыш. Я говорю, розыгрыш. Я говорю, так у народа вершил-то, больной. Да мы пошутили просто. А потом ты не услышал, что это розыгрыш. Вы вообще не уходите, чтобы мы не уходили. Связь проверить позвонила. Включили симки, все работает. Юра, Юра, упала. Да упала, упала. Работает, интернет работает, симка работает. Да, у меня такой паршивый микрофон. У меня еще хуже микрофон. У Юры еще хуже. Юра, а громкую связь как убрать? А то из этого еще плохо. Телефонные пранки от Юр-ТВ. Там же лежит все. Так мы же едем. Естественно, будет пропадать звук. Вы все еще боитесь остаться на вокзале? Тогда мы звоним вам. Вот у нас и телевизор в купе. Я поставил мне хит про Брест. Брест вы еще не смотрели? Да, Брест не смотрел. Да, и Ма не смотрела. То, что Брест у нас выйдет послезавтра. Да ладно. А в этом купе едет Ма, который очень любит разговаривать с экраном телефона. Утро у него не вступило. У нас вообще-то ночь. Утро у него не вступило. Нубук сдох у него. У нас вообще никакого нет Нубука. У нас Нубук вообще в ремонте. Поезд купе. Юр-ТВ. Умай совпадает. Смотри, путешествие. Это у нас вот, смотри, путешествие. Все совпадает. Гляди и подорожничай. Гляди и подорожничай. Мы-то сейчас тоже стояли. Чуть не остались. На платформе. Так и стояли по переда столбиках. Как два волоска на лыжине. Хочу пожрать. Ты вечно хочешь пожрать. Поменьше основного. От сортирной розетки провел электропритацию купе. Вот там, видите, за ручку нацепил. Сюда тройничок. И все, и все работает. Видите, телефон заряжается. Огонек горит. Камера заряжается. Все, вы в кинотеатре. Вот такие лайфхаки для поезда. Берите последнее купе и удобно от сортира протягивать. Розетка вот здесь находится. Вот так она идет сбоку коридора. И даже через коридор не проходит. Никому не мешает. Дверь тоже спокойно закрывается. То есть, это все дело удобное. Любого поезда даже до старого вагона подойдет. Подъезжаем. Кто? Все. Нет, невозможно так играть. И затихли люди все. Только мы одни остались. В телефоны заигрались. Май играется. Ну, это не работает. В контакте. Универно работает. Я играюсь тоже там. Я выкладываю селфи. Ну, а Май... Так это Май. Я при чем? Сейчас нет весь поезд. О, да. Туапсе. К нам в Туапсе попутчики сели. Ну, на нижние места. Они до Краснодара едут. Я так смотрел, там до Перми прям будет занято. Значит, в Краснодаре кто-то еще сядет потом. Сядут. Так что сейчас вагон такой получается полный. Как вы помните, как я от Смоленска-то ехал вообще один во всем вагоне. Один человек вообще ехал. Вы не будете приветы передавать, нет? Кому? Ну, кому хотите. А что, не увидят, что ли? Ну, да. Вот потом на Ютубе посмотрят, на Юр-ТВ. Рубрика «Привет из поезда». Привет из поезда. А, тут у нас недолгая стоянка. Это просто не работает. Сделали такую фигню. Поднесите карту. Заток в каких-то новых поездах может работает. Просто сделали так. Это нигде не работает. Я еще ни разу не видел вагон, чтобы это работало. Закрыть двери картой. А, можно я возьму? Что, не успела? Не успела. Отправляемся из ТОПСы. Отправляемся. А здесь нет таких сиденьких? Нет. Такой обычный вагон. Тут ничего нет. И это карточки не выдают. Ну и сама система не работает. Ну, постоять можно. Если только там вот можно. Вот там, где мусорка была. Вот там все сидят, если что. Ну, не хочу. Затем вагоня-то немножко попрохладнее стало. Я взобрался на свое верхнее место. Вообще-то так просторно. По сравнению с плацкартом-то ничего не мешает. Можно отлежать спокойно. И ноги вытянуть тоже ничего не мешает. Из-за кошка немного дует. Ма, работает? Нет. Да как нет-то? У меня работали. Работали. Короче, кайфово тут лежать. А вдувает прям. Тоже залегла. Короче, это не слышно. Так, естественно, не слышно. Я же тебе говорю, горы. Сейчас мы притушили законом. Тоже ничего не видать. Только мап гнет. Остальные спать уже легали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 что-то там кустики снимаешь зрителям интересно там солнце светить не видать ни в шиша только что уехали в волгоградскую область сейчас будет такая станция довольно таки крупная стоянка у нас подальше рыба бывало и подальше стояли и 40 минут и 30 тоже бывало маток слазь все с рыбой стоят у всех рыба пойдем рыбу брать смотри все 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 с рыбой пойдем погуляем на базар посмотрим на полу прямо валяются на полу прямо валяются на полу прямо валяются штаны я уже говорил первая станция в волгоградской области в Котельниково почти все продают рыбу но есть их с какими-то пуховыми изделиями еще один вот так рыбный базар короче такой варежки пряжи вот видите варежки пряжи после этой станции весь поезд рыбы провоняет даже наши соседи покупая взяли себе рыбу и все остальные а в плацкартах то какой сейчас запах будет теперь в вагоне стоит запах рыбы докажи что чувствуешь вот двери уже закрыли но торговля все еще продолжается они ждут следующего поезда я собрался кушать эти ништяки значит у меня есть хлеб колбаса какая-то это мама купила непонятная колбаса еще не пробовала вкусная, хорошая потом помидоры горох мама мне прорекламировала я его решил вкусить тоже значит икра заморская самодельная самодельная и чипсы рифленые а мне нравится как правило ну кушаем варится все легкие домой пошли не продали оооо сколько всего как обеетно и я не подкаривай как и я не подкаривай а вы не горячь не скидывай не расчет не скидывай и так и так как это Проехали рыбное место. Следующая долгая стоянка у нас будет в Кольдограде. Часов пять еще ехать. Кольбаса мне, кстати, вот эта не по нраву пришлась. Ну не знаю никто, не понравилось. Мы рассказывали, как едется. Пока идут первые сутки. Сутки-то первые пока что. Прямо красные кустарники. Такая красота вообще. Ростов-Сочи. Пальма и дня. Здесь прекрасная красота. Это ж Волгоградская область. Красные красные кусты. Куря обалдеть. Как красиво. Красота. Такую страну. И поля бескрайние. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создал DimaTorzok Здесь куровыми пахнет на этой станции Вот это вообще мы где-то в степи останавливались Непонятно где Видишь, куровники стоят Субтитры создал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Соберлась вставать ДимаTorzok Темнеет, поэтому Волгу мы, наверное, уже не увидим Хотя она вот с той стороны будет. А я не знаю, или приток какой-то у меня, и калал какой-то. На другой уровень реле. Субтитры добавил DimaTorzok Мы уже почти в Волгограде, а может быть даже это один из его районов. Сейчас у нас тут перископе происходит. Как всегда проводится, пишите комменты. В эфир попадайте. За окном не видать ничего. Значит, тут еду, подъезжаем к Волгограду, я провожу перископе, как всегда. Тут уже народ собрался. Народ говорит, что приманился вот звуком тем, который исходит из окна. То есть звук вот этих стук колес натуральный, не приглушенный никакой шумоизоляции. Вот это то, что надо. И поэтому в этот день едут 24-25 зрителей уже смотрят. Так что подписывайтесь на перископе, будете прямо вот так с поезда все смотреть, как надо. Это была реклама перископа. Потом вы ее на Юртв увидите. И вспомните этот момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА